Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Так. Ты что? Где пересадь? Никогда не имейте дела с петербуржцами. Они люди невероятно надменные и скучные. Никогда не поймут нас, провинциалов. То есть, и те, с кем имею честь? Игнатов. Павел Евграфович. Из Москвы. Ах, петербуржцы, петербуржцы. Всегда-то они ставят демонстрацию интеллекта в углову угла. Но нет там никакого интеллекта. Уверяю вас, нету. Меланхолия, печаль на бледном лице. Все это дает ложное впечатление. А ведь что самое главное, для русского человека, а? Правильно, душевность. Кстати, вы получали мое письмо? Нет. Ах, я не знаю. Видите, сам. Сам прилетел к вам, опережая конкурентов. Ибо знаю хватку. Сейчас налетят, тут столичные обманщики, воротилы и вух. А вы со мной пойдете в гору. У вас компания, у меня средства. Ну, давайте вместе делать дело. Признаться, ваше письмо мне как-то не был я рад ему. А чего же? Ну, я же вам дело предлагаю. Дело? Да. Значит, так вот принимаете гостей. Даже присесть не предлагаете. Чего, извольте, садитесь. Ах, да, хорошо гостеприимство. А давайте сделаем так. Представим, что это я принимаю вас в гостях. Сейчас чаем начну поить. Обсудимся, переговорим. Хотя, кстати, я же вам деньги привез. Ну, не стесняйтесь, не стесняйтесь. Смотрите. Ну, что, есть здесь какое-нибудь приличное заведение? Ну, чтоб душевно посидеть. Закусить, выпить. Только выпить-то это не помешает. Только оп Sixteen. Будьте 말аешь, ты будешь перестанет? Жар,� ваш, Prof. Субтитры сделал. А тут... К ficам агент. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Мы с вами сядем друг напротив друга, возьмёмся за руки. Я очень надеюсь, что господин Караваев придёт к вам на помощь. Я вас за этим позвала. Да. Да, вы же сказали, что вы были с ним дружны. Так? Да, конечно. Да. Ну, вот. Садитесь. Дух Николая Караваева, приди. Дух Николая Караваева, приди. Александр Петрович. Александр Петрович. Господин Караваев. Я здесь. Вы стреляли в себя? Нет. Кто стрелял в вас? Коломбина. Кто? Скажите мне, кто был в костюме Коломбина? Нет. Во втором часу ночи они вышли из трактира и направились... По старой конюшенному? Совершенно верно. Вот здесь чуть было не подрались меж собой. И я слышал, как они почем зря крыли какого-то Семёныча. Далее по ампарной они отправились до какого-то барака и вошли в него. И что же там находится? Вот. Я поинтересовался уже. Это склады компании Караваев и Ко. Семёныч, это управляющий складами Солоница. Так что же вы туда не наведались? Я вам что сказал? Затаиться. А вы что устроили? В кутузку угодили. Ну, промашка вышла, ну, бывает. Ромашка, чтоб, как стемнеет, духа у вашего здесь не было. Не то опять в ту же кутузку вернётесь. Э, здесь не всё. Больше не заработали. Уговор был об другом. Моё последнее слово. А хозяйка что говорит? Я твой хозяин. Хозяин. Псира ты, Затонская. Хозяин. Хозяин. Это что? Вот. Мак. Что это? Мак. Сами что ли не видите? Мак. Вижу. И знаю, что это опиумный мак. Ну, по мне, мак он и есть мак. Через нас знаете, какой груз проходит иногда? Что с того? Да. Может ещё скажешь, что не знаешь, что из него делают? Ну, знам и делаю. Баранки, пироги. Чудесно. Баранки, пироги. А? Баранки, пироги. Чей груз? Не ведаю. Для чего пользуют. Дело не моё. В чём моя вина? Вы занимаетесь контрабандой. Я это докажу. Это отдел улик. Да бог с вами. Я тут выгнал троих подельщиков. Может они чего крутили? Их разыскивает полиция. А потом не знал. Сами же они о себе подобного не сказывали. Знаете что? Вы пока свободны, вступайте. Только из города никуда не уезжайте. Да, куда ж ехать-то от хозяйства? Может арестовать его, Антон Андреевич? Да не за что. Будем вести наблюдение. Склад, окрестности. Понял. Это правда? Нет. Нет, не правда. А говорил, что больше никогда. Ну, Анна, ну что ж ты мучаешь меня? Из-за того, что я и так немало пострадал? Дядя, я… Мне иногда кажется, что я решаю непосильные задачи. Вот. Что ж тебя терзать, дитя мое. Я решила оставить все эти расследования. Отчего же? А ты что, считаешь, что я, что я не имею права отказывать, если ко мне обращаются за помощью? Если к тебе обращаются, значит тебе доверяют. С тех, у кого есть дар, спрашивается в стройне. Я, вероятно, поэтому. Все время объясняюсь в полиции. Тебя обидел, что ли? Нет, конечно, нет. Даже скорее, знаешь, наоборот. Да уж. Ему уж пора бы, знаешь… Ну, наоборот. Что? Да. А вы в полицию-то обращались? Ну, для начала я вам должен сказать, что начальник сыскного отдела у нас из Санкт-Петербурга. Тьфу ты. А вот ведь угораздило, а? Нет, я понимаю, что смерть моего компаньона Караваева, она окутана мистикой. Но я-то уверен, что мы помогли уйти на тот свет. Именно для того, чтобы теперь у меня отобрать предприятие. Не позволим. Компания останется вашей. У вас ведь меньше дожек была? Да. Ну, вот теперь будет больше. Я предлагаю вам капитал. Капитал. Слышите? А когда люди увидят, что вы крепко стоите на ногах, никто не посмеет на вас покушаться. К тому же и дом вашего компаньона Караваева я хочу купить и немедленно в него заселиться. Правильно. Дом-то у него добротный. Да и компания у нас хорошая. И люди замечательно работают. Мы уж ни одно дело-то подняли. Слушайте, а что это за человек во дворе? А это мой управляющий Солоницын. Ой, слушайте, перестаньте. Какой управляющий? Видел я ваши склады. Разруха и отсталость. Нет. Я вам своего человека приведу. Золото, а не человека. Человечище. Кстати, Александр Петрович, а вот эта вот девица, которая нам здесь все накрывала, кто? А, это дочка управляющего, Мария. Угу. Чашку чая, пожалуйста. Госпожа Алексеева? Меня зовут Анна Миронова. Это я прислала вам записку. Что вам угодно? Известно ли вам, что у господина Караваева были и другие связи с женщинами? Что значит, и с другими? Вы намекаете на то, что у меня с господином Караваевым были какие-то отношения? Ну, а ведь вы танцевали с ним на балу? Если некий мужчина танцует с некой женщиной, то с абсолютной определенностью можно утверждать, что этот мужчина танцует с этой женщиной. Извините, мне неловко вести этот разговор. А я решительно не понимаю, зачем мы вообще его ведем. Потому что господин Караваев был убит. И я думаю, убит из ревности. А ваше предположение меня не интересует. А я знаю, о чем вы говорили с ним на балу. Когда вы скрывались под маской Коломбина. Госпожа Стрельцова, я узнала вас. Анна, спасибо большое, что вы согласились поговорить со мной. А кому из вас троих пришла идея с одинаковыми костюмами? Я все это и придумала. Зачем? Караваев был невыносим, высокомерен и очень самонадеян. Вы представьте себе, он крутил роман сразу с нами тремя. Любовница, как жестокая людская молва. Вы просто плохо знаете этого человека. Зато я знаю, что вы хотели его проучить. И для этого вступили в сговор со своими соперницами. Кто вам это сказал? Это было очень смешно. Мы по очереди приглашали его танцевать. И он никак не мог понять, кто из нас кто. Мы специально путали его. Мы, конечно, вдобре над ним поиздевались. Но застрелиться он из-за этого не мог. Не тот это был человек. А кто из вас увел его из зала? Не знаю. Я не видела. Я танцевала с ним. Но из зала я не выходила. А хотите скажу, кто больше всех его ненавидел? Кто? Куница. Его компаньон. Кто здесь? Кто здесь? Кто здесь? Ой! В столе явно что-то искали. Ящики взломаны, довольно грубо. Скажите, что-то пропало? Ай, откуда я знаю? Это же не мои бумаги-то. А чьи? Как, ну… Анна Викторовна, а вы? Позвольте узнать, что здесь делаете? Это я бы пригласил Анну Викторовну. А вы как здесь оказались? Так папенька попросил бухгалтерскую книгу забрать. Ее наметник Караваев домой забрал. А я знаю, что искали. И что же? Любовные письма. Да. Одна из любовниц Караваева. Она, ну, видимо, боялась, что ее заподозрят в убийстве и выкрала их переписку. Так, и она нашла их? Я не знаю. А имя, имя вам известно? Нет, имя я назвать не могу. Отличный дом. Отличный. Мне здесь нравится. Боже мой, Павел Антошич, ну, угомонитесь, ради Бога. Все, 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 все. Ну, правда, господа, правда, ну, не можешь такой шикарный дом пустовать, а? Да. Господин Игнатов, вы ведь недавно сюда приехали? Точно. Из Москвы? Да. Из нее. Из нее, родимый. Слушайте, а вы, кажется, из Петербурга. Да. А что, это имеет какое-то значение? Я про господина Штольман вам сегодня не рассказывал. А-а-а, да-да-да-да, припоминаю. Да. Это, слушайте, это вы раскрываете преступление с помощью магии колдовства, а? На этот раз, слушай, будете духов вызывать? Ладно, господа, а может быть, выпьем, а? Ну, все-таки вы все у меня в гостях. Да, с сегодняшнего дня я хозяин этого дома. Да, да-да-да-да. Купил, купил со всеми этими привидениями. Господин Кунинсен, пока мы не установили, кто вломился в этот дом, и зачем. Так вы что, кого-то подозреваете? Три любовницы Караваева, Поднозова, Алексеева и Стрецова, договорились его разыграть и сшили себе одинаковые костюмы, коламбины. И одна из них его убила. Только я не знаю, кто. Интересная версия. Я тоже был у партии. Всего доброго. Караваева мог убить сам Кунинсен, чтобы избавиться от компаньона, которому должен много денег. Под маской коламбина мог оказаться кто угодно, в том числе и сам Кунинсен. А для чего он тогда ко мне обращался? Ну, чтобы следствие разокотать. Нет, я бы на вашем месте к Игнатову присмотрелась. Конечно, он появился в городе только сегодня, но ведь он мог заказать убийство Караваева, чтобы компанию к рукам прибрать. Кунинсен. Ой, слушайте. Ну, простите. Простите меня, ради Бога. Ну, вы что, правда обиделись, что ли, а? Да ничего он не обиделся. С барышней там беседу. Я могла бы с Марией поговорить. Ведь она у Караваева работала. Вот это хорошее мысль. Вы поговорите с ней по-дружески. Может, она вам расскажет что-то, что мне не рассказали. Маш! Папенька после увольнения стал нервный. А как обратно на службу приняли, так еще раздражительней. Кунинс ходит с ума. Пьет безбожное. А с Караваевым как тебе работалось? Так, трудно. Что так? Неприятный он. Мерзкий даже. Странно. Другие о нем иначе отзываются. Да кто другие? Мне-то он прохода не давал. Все время приударить пытался. А ты что? Терпела. Все грозил себе каждый день, что отца уволят. Говорил, только ради меня его и держит. Ну, то есть ты и Караваев? Что? Да? Да ты что? Ты что себе придумала? Прости, я просто… Я все его намеки решительно отвергала. Да и потом было у него с кем без меня потешиться. Маша, Маша! Матчонки. Сестрички мои. Ты извини меня за этот неприятный допрос. Чего уж там? Что знала? Рассказала. Ты где эту маску взяла? Где ты это взяла? А тебе это что за дело? Пусть играется. Нет, ты спроси у нее. Это очень важно. Дорочек, а ты ее где взяла? В мусоре, за амбаром. Тебе нужна эта маска? Нет. Прощай. Пойдемте там будем мы. Ну, что ж, Порфирий Семенович, дела невеселые. Партнер у меня нынче новый. Из Москвы. Деньги большие дает очень. А потому, своего человека в управляющий ставит. Так вы ж только вчера с мне службу-то обещали, Александр Петрович. Ну, вот тебе вроде как отступные. Ну, понятно. Избавились от партнера. Ну, нашли и компанию к рукам. Прибрали. Конечно. Зачем вам теперь, старики-то? Ты что сейчас избавились-то? Ты чего несешь-то? Так ведь и люди на вас показывают. Вон господин Штольман про вас на допросе спрашивал. Не вы, Льдавич, и бежать-то собирались. А не ты ли тут товар под полой гоняешь? Ты что думаешь, мы не знаем? Может и Штольману пора узнать? Только я доносик свой тоже напишу. Что, мол, так-то и так, а все содеянное совершил под гнетом хозяина, сам с тобой ничего не имея. Да пошел вон, скотина! И вам не хворать, Александр Петрович. Он старше меня. И я думаю, может быть ему было скучно со мной. Ну, хотя нет-нет, это навряд. Кажется, скучать я ему не давала. Развлекала, как могла. Пожалуйста, поаккуратнее зерпится. Вот мне дядя привез из Европы. Но самое главное, нам с тобой, нам с тобой держаться вместе. Тебе же нравится, что я к тебе прихожу. Мне тоже с тобой интересно. Не так. Вот. Какая ты хорошенькая. Ну, собрались здесь. Иди сюда. Давай Ницин. Ну, что скажешь, прибавку к нашей доле принес? Вот дело сделаешь, будет тебе прибавка. Какое дело? Да фраера одного. Поучить надо. Куницына твоего, что ли? Да не. Купец тут один объявился. Игнатов. Игнатов? Угу. Нос твой сует, куда не надо. Так что, если хочешь послужить хозяйке, вот тебе дело. Хозяйке. А она сама чего сюда не пришла? Много чести. Папеньку твоего мы с Куницыным решили. Уволить. Ну, ты, если хочешь, можешь оставаться на своем месте. Будешь у меня экономкой. Ну, да в принципе и папенькино положение поправимо. Хочешь? Оставим ему службу. А то, может, и вообще лучше место найдет. Правда? Ну, вы поймите, нас у него трое. Нам без его жалований ведь совсем никак. Ну, так и порешим. Спасибо вам, Павел Анатольевич. Вы такой добрый. Ну, вот и ты, Маша. Будь добрый со мной. Ласковый. А если я не согласна? То папеньке твоему придется новую службу искать. Тем более за ним грешки числятся. Не чисто, на руку. Так что мы можем и в полицию жалку подать. Зачем бы так? Ты ступай. Ступай, Маша. Подумай. Нет, ну, если тебе служба у меня не по сердцу, я неволить не буду. Почему до сих пор дело не сделано? Не было подходящего случая. Случай всегда найдется. Было бы желание. Я стараюсь. Мы вроде с вами обо всем договорились. Разве не так? Я свое слово держу. Делаю все возможное. Так сделайте то, что невозможно. Не извольте беспокоиться. Что-то в нем. ВЫСТРЕЛ 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 ЗВОНОК В ДВЕРЬ Кто таков? Почему беспорядок? Шпана какая-то шалит. Пройдёмте, разберёмся. Пройдёмте, пройдёмте. Ну, пройдёмте. Я учился в Петербурге, а там, сами знаете, ничего путного не бывает. Так что вы уж потерпите моё занудство. Безобразие грабят средь бела дня. Что самое главное, невинного человека вместо грабителя тащат участок. Разбойничий город. И полицейские такие же. А что же, эти молодчики ограбить вас хотели? Ну, ясное дело – ограбить. Что же ещё? Ну, мало ли что. Что, кошелёк у вас требовали? Кошелёк? Да нет. Сразу набросились, как с цепи сорвали. Вот видите, мне кажется, это не ограбление. А вы на что намекаетесь? Это вам на что-то намекают. Не догадываетесь, на что? Что? Я что-то не пойму. Вы о чём? Кому-то не нравится ваш интерес к компании покойного Караваева. Может, разговаривали об этом с кем-то. Вмешались во что-то. Я посоветовал Куницыну убрать этого управляющего. А что? Таково вам моё мнение. Вам придётся задержаться у нас до утра. Это ещё зачем? Для вашей же безопасности. Слушайте, ну, не ваша забота, а моя безопасность. Ну, как-то я сам могу за себя постоять. И всё-таки вам придётся задержаться у нас пока. На каком основании? Ну, хотя бы на основании зачинщика драки. Мы же только с ваших слов знаем, как там всё было. Надо разобраться. Ай, послушайте, я буду жаловаться. А вот это сколько угодно. Евграшин, определите господина в нашу лучшую камеру. Одеяло, подушку дайте. Знаете что, колобчик? А мы ещё разберёмся. За какие-то такие заслуги вас сослали вот в эту дыру. Благо, связи имеются. Вы отдохните пока. Ещё спасибо скажете. Веди. Да хозяйке мне надо было слово за нас замолвить. И чё ты ей скажешь? Ну, что с купчишкой этим промашка вышла. Мы, мы дело своё заново справим, как надо. А Коля наговорить с тобой не захочет. Захочет. Я же не с ветру пришлый. А с товаром вольным как быть? Про опи тоже скажу, что будем только ей отдавать. Потому как наш товар лучший. Да где ты её найдёшь-то? У Солоницына, что ли, спросишь? Да видал я её издаля. Она к Солоницыну на склады приходила. Сразу видно, хозяйка. Солоницын принять так. Пёс. Пёс не пёс, а подход к ней имеет. А ты нет. Ничто. Я её у складов подкараулю. Чую. Придёт она туда. Пёс не 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 п Убьет. Снова убьет. Снова. Кого? Того, кто встал на пути. Снова убьет. Стой! Стой! Я увидела Коломбину. Она была с револьвером. Понимаете, она снова убьет того, кто ей мешает. Чаю? Не хочу. Мне кажется, слишком близко к сердцу вы принимаете это дело. Успокоиться вам надо. Отдохнуть. Перестаньте со мной разговаривать, как с больной. Я бы ни за что к вам не пришла, если бы она не готовила новое убийство. И кого она собирается убить? Того, кто встал у нее на пути. Ну, теперь все ясно. Будем брать с поличным? Вообще-то, это не смешно. Отзывани. Уже соскучились, Макар Севастьянович? Или на воле прохладно стало? А по что, каплюжные ваши невинны хватают? Да нет. Весточка пришла из Петербурга. Ему Гришок имеется за Макаром Елистратовым. И держать ему путь. Как там у вас говорят, в Палестины забугорные? В Сибирь-то да что. Лучше к дяде на поруке. Так нет. Тюрьму еще заслужить надо. Так что давай, рассказывай байку свою. Если понравится, замолвлю за тебя словечко. А нет, точно тебе по дороге за Урал. Мак мы сгрузили опийный. Солоницыну, козлу этому безрогому. И не первый раз, как я полагаю. Не впервой. Только хозяйку ни разу не видели. Что за хозяйка? Коломбина. Я же говорю. Среди воров, сказывают, она тут за атамана. Только сама ни с кем делов не имеет. Только через Солоницына. А что за женщина к вам шла возле склада? Не знаю. Видел ее как-то с Солоницыным. Он ей какие-то письма обещал передать. Это любовница Караваева. Все понятно. А он ей показывал хозяйку. Кто он? Дух Караваева. Выводите. Ну, допустим. А кто же жертва? Тот, кто встал у нее на пути. Игнатов? Нет. Подождите. Вы сами говорили, что это может быть и Куницын. Вы тоже мешаете хозяйке. Значит, вы тоже в опасности. Ладно. Хватит гадать. Действовать надо. ТОРЖЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА ТОРЖЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА ТОРЖЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА ТОРЖЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА ТОРЖЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА Напрасно вы тревожились. Вот он, наш новый компаньон. ТОРЖЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА ТОРЖЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА ТОРЖЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА ТОРЖЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА Вы задержаны по распоряжению Штольмана. А, простите, а вы в каком чине служите? Коллежский асессор. Правая рука и помощник Якова Платоныча. Помощник? Так вот и помогите нам, любезный Антон Андреевич. Помогите всего лишь в одном вопросе. Позвольте господину адендатору вернуться домой. Господа, ночь на дворе. Вот именно ночь. Ночь, и поэтому вам лучше остаться здесь до утра. Это для вашей же безопасности. А, так вы, мадмуазель, тоже меня охраняете. Может быть прикажете мальчику за шампанским следовать? Позволю себе заметить, что не подумав сказать, все равно, что выстрелить не прицелившись. А посему прошу вас, господин Игнатов, ваши вольности держать при себе. Иначе мне придется послать вас обратно в камеру. Для вашей же безопасности. Так вот вы, значит, какая хозяйка. Я знал, что вы придете. Не подходите. Вы что задумали, убить меня хотите? Что вы такое говорите? Вовсе не собиралась вас убивать. А кого? Купца за что? За то, что он уволил вашего отца-контрабандиста. И может быть по этой же причине вы расправились с господином Караваевым? Караваев мучил меня каждый день, угрожая уволить папинку. И купец тоже? И купец тоже! Не подходите! Вы знали, где Караваев хранит пистолет? А сейчас, где вы взяли оружие? Если вы сделаете еще один шаг, я выстрелю. Именной у отца убрали? Значит, это была ваша идея? Перепродавать контрабандный опийный маккер? Моя. И вы знали, что такое опий и как он действует на человека? Знал он. А хозяева складов. Караваев, Куницын. Они о чем-то догадывались? Куницын и сейчас ничего не знает. А Караваев был сообразительный, додумался. И что, понял? И начал требовать свою долю. Так? Он угрожал уволить папинку. А нас у него трое. Как мы без его жалования, а? В изобретательности вам не откажешь. Только скажите, как вы узнали, что сразу три дамы заказали себе одинаковые костюмы Коломбины? Я хожу к той же портнихе. А вот оно что. А здесь неразбериха, музыка, фейерверки. Вот вам и шанс. Аж три Коломбины. И ведь все получилось. Если бы не этот чертов Игнатов, который снова начал угрожать уволить папинку. Антон Андреевич, закончите формально. Да. Антон Андреевич, ну подождите. Извините меня. Конечно, мы не были близкими подругами. Но я хорошо ее знала. И зрелище чудовищное. Я провожу вас. Не надо. Вы забыли. У нас же нет реалитета. Да, помню я. Ночь на дворе. Самой дойду. До свидания, Яков Платоныч. До свидания, Антон Андреевич Ромян. Евграшин. Присмотри. Присо myös. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...